Хрупкая девочка Настя уверенно руководит своим псом по имени Мамай. Хоть овчарка вдвое больше дрессировщицы, она беспрекословно выполняет все команды. Сначала занимался с ним папа, он ходил с ним на дрессировки, а сейчас вот месяц назад я начала с ним тренироваться, и он меня слушает, совсем нормально. Настя принимает участие в соревнованиях юных кинологов. Чемпионат по многоборью среди специалистов-кинологов в Запорожской области проводят в 15-й раз. Уже пять лет наравне со взрослыми в нем принимают участие и подрастающие собаководы. Саша и Вена соревнуются здесь не впервые. Сразу видно, опытные спортсмены. Обогнав хозяина на дистанции, Вена останавливается, чтобы его подождать. Я сейчас два с половиной года занимаюсь с ней год. Сдали общий курс дрессировки на третью степень, недавно на вторую сдали. Дети соревнуются по взрослой программе. Бег с собакой на 100 метров, преодоление полосы препятствий, общий курс дрессировки, защитно-караульная служба. Единственное отличие – правоохранители преодолевают все препятствия вместе с собаками, а ребята бегут рядом. Правда, иногда юным кинологам все же приходится вмешиваться в процесс. Собакой я занимаюсь, вот с двух лет начинаю заниматься, уже два года занимаюсь. В том году была на этих соревнованиях, вот в этот второй раз. Ну, очень нравятся соревнования, собака подготовленная, уже интересно с ней просто заниматься. Дрессируется очень легко, и она еще охотничья, у нее такая маленькая агрессия, и просто идеальная собака для меня. Организаторы соревнований уверены, среди этих ребят есть и будущие сотрудники правоохранительных органов. Многие воспитанники детской кинологической школы впоследствии приходят служить вместе со своими питомцами. Сейчас профессия кинолога очень востребована. В настоящее время, в принципе, очень сильно востребована с событиями в стране собаки по обнаружению взрывчатки, оружия, боеприпасов. Сейчас это очень актуально. И второе направление, которое сейчас тоже востребовано, это собаки патрульно-розыскного направления, которые участвуют в охране общественного порядка и предотвращении массовых беспорядков непосредственно в населенных пунктах Запорожской области. Успешно справляется со всеми заданиями и овчарка Лора. За годы совместной работы собака и ее дрессировщик Артем Шайтанов стали не только коллегами, но и неразлучными друзьями. Служит на воинской части 333 города Запорожья, занимается служебно-розыскной деятельностью, ходит неоднократно в ППС, ну и дрессировки постоянно. Ежедневно я уделяю на дрессировку собаке где-то от трех до шести часов. Финансовую помощь в проведении зонального чемпионата области по многоборью среди кинологов оказал комбинат «Запорожсталь». Представители предприятия на соревнования пришли за опытом. С недавних пор в охране комбината тоже трудятся четырехлапые помощники. Мы у себя на комбинате также создали в этом году кинологическую службу и в рамках этого мы выступили с поддержкой данного мероприятия, так как участники, часть из них уже стоят на страже нашей родины, часть из них это подрастающее поколение, которые настоящие патриоты, которые всегда готовы стать на защиту нашего государства. Поэтому мы от имени комбината «Запорожсталь» поддержали это мероприятие. В этом году участие в соревнованиях принимали два десятка кинологов. Поделиться опытом приехали коллеги запорожских правоохранителей из Сумы Полтавы. Лучшие получили кубки и грамоты. Не остались без наград и четырехлапые спортсмены. Для них аплодисменты зрителей, вкусные подарки от организаторов, а главное – похвала любимых хозяев.